36 пожаров произошло в области за прошедшие выходные и праздничные дни. Возгорания зафиксированы в районах Речпорта, Капае и многоэтажки на улице Назарбаева, 121. Это видео разлетелось по всем социальным сетям. Вечером 9 мая на пятом этаже жилого дома по адресу Назарбаева, 121, загорелась квартира. В момент возгорания в ней находились хозяева с грудным ребенком. От огня они спасались на балконе. Огнеборцы прибыли через пять минут после вызова. Направили четыре единицы основной спецтехники и три автолестницы. Пострадавшие в панике недоумевают, почему пожарные не снимают их с балкона. Почему душите? Вы нас достаньте. Вы смотрите, что происходит. В департаменте по ЧАЭС вопрос разъяснили. Именно под этими окнами растут деревья. И кроме этих деревьев расположились на уровне четвертого и пятого этажа. Так как у нас современная пожарная техника уже напичкана различными датчиками, которые предотвращают опрокидывание случайно его, значит, именно когда в кроме дерева подали автолестницу, начали срабатывать эти датчики и происходило периодическое блокирование этой лестницы. И уже когда устанавливали вторую лестницу, значит, отделение, которое зашло с подъезда, вскрыли уже входную дверь. И с помощью дыхательных аппаратов у нас есть спасатели и капюшоны. Отдели их на жильцов данной квартиры и благополучно эвакуировали. Причиной пожара назвали короткое замыкание. Общая площадь возгорания составила 8 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Но семья осталась без документов, вещей, мебели и бытовой техники. В те же дни огонь уничтожил 4 дома в Капае. Кто-то поджег камыш, а дальше огонь перешел от одного дома к другому. Общая площадь пожара составила 73 квадратных метра. С начала 2022 года в городе Петропавловске зарегистрировано 76 пожаров и 209 случаев горений. 186 случаев загорания сухой растительности. Зажигание сухой растительности к административной ответственности по части 1 статьи 410 привлечено 13 физических лиц по 336. В статье части 1 привлечено 6 физических лиц на сумму 245 045 тенге и юридические лица на сумму 918 300 тенге. Пламя бушевало и в районе Ричпорта дачные участки не пострадали. Горела только сухая растительность примерно на 8 гектарах земли. Спасатели вместе с полицейскими в усиленном режиме проводят рейды. За поджог травы штраф составляет 20 мрп или более 60 тысяч тенге. Анастасия Кузнецова, Казбек Рыгбаев. Новости МТРК.